Следующее, что у меня закончилось, это лак для ногтей, умная эмаль, укрепитель ультра плюс. Вот так вот выглядит. У меня на самом деле видно, что здесь еще половина бутылочки, но он загустел. Он загустел, пользоваться им сейчас уже практически невозможно. Он ложится так пятнами, какие-то вот волоски от него тянутся. То есть, нет, уже это не то, он загустевает достаточно быстро, поэтому сейчас я от него избавляюсь. Тем не менее, вот эти вот лаки, умная эмаль, они мне очень нравятся, я их периодически покупаю. Загрепители у них достаточно неплохие, мне они нравятся, не супер-пупер, но за их цену вполне себе отличные лаки. Поэтому буду покупать, еще буду пробовать разные варианты, но вот имейте в виду, что загустевает он достаточно быстро и приходится полтюбика буквально выбрасывать. Следующее, от чего я избавляюсь, это тени для век от Benefit. Вот такие вот персиково-золотистые, они были в наборе, называются бикини-тини. Они были в наборе, там были вот две такие штучки именно кремовых теней и четыре сухих тени. Сухими тенями я пользуюсь, они мне нравятся, но вот эти вот кремовые тени, это абсолютный провал. Такие грифельно-серые вторые, которые были в этом наборе, я себе оставила, я ими делаю подводку. Для подводки, в принципе, они годятся, так ничего, но вот эти вот золотистые, это какая-то вообще катастрофа, они навеки ужасно скатываются, они не держатся даже полдня. Ну, я не знаю, как с ними обращаться. Цвет, посмотрите, цвет, надеюсь, вам видно будет. Очень красивый, сейчас побольше сделаю. Очень красивый, действительно такой персиково-золотистый цвет. Я бы с удовольствием им пользовалась, в принципе, мне такие цвета подходят, но после нескольких часов нанесения этого цвета от него уже ничего нет, поэтому не вижу просто смысла абсолютно в этих тенях, избавляюсь от них. Дальше у меня закончилась моя любимая тушь для ресниц от Chanel, Le Volume de Chanel, в черном цвете. Уже использовала ее до конца, вот такая вот у нее щеточка. Она достаточно большая, видите, в сравнении с глазом, но я люблю именно вот такие вот большие, крупные, круглые щетки. Уже она просто закончилась, невозможно ей пользоваться, то есть, чтобы накрасить ресницы, нужно там потратить 10 минут и 25 раз провести по ресницам. Поэтому выбрасываю эту тушь, уже пользуюсь новенькой такой же. Она у меня закончилась за 5 месяцев. Я специально смотрела, то есть, я помню, когда я ее купила, я специально вернулась к этому моменту, вспомнила, и это было ровно 5 месяцев назад. Этой тушью я пользовалась каждый день на протяжении этих 5 месяцев, и я просто мега довольна. Она очень черная, она очень классно дает объем ресничкам, она их отлично удлиняет, что для меня очень важно. Она не осыпается, она не размазывается в течение дня, ее не нужно поправлять. В общем, вообще отличная тушь, потрясающая. Я могу сказать, что для себя я нашла свою идеальную тушь, второй раз пользуюсь, второй раз покупаю, и отлично, отлично, отлично. Ну и осталось мне вам показать кучу помад. И начну я с гигиенических помад. Первое, что у меня закончилось, чем я действительно пользовалась, это гигиеническая помада, такая блеск от Inglot, в персиковом цвете. То есть, она вот все у меня закончилась. Пользовалась ей, то есть, знаете, не постоянно, она у меня лежала в сумочке. То есть, вот когда я, например, еду в гости, вот я и попользовалась. Когда я еще куда-то вот еду, мне срочно надо увлажнение куба, я и пользуюсь. То есть, не постоянно, так с определенной периодичностью. Сейчас добила ее до конца, и там, видите, просвечивает еще этой помады достаточно много. Но, тем не менее, я ее выбрасываю, выковыривать я ее не хочу. Ведь сама по себе помада достаточно посредственная. Она дает небольшое сияние, такой на губах небольшой персиковый, персиково-бежевый цвет. Что, в принципе, неплохо, это красиво, но сами по себе увлажняющие свойства у этой помады, ну, откровенно скажем, так себе. При этом стоит она достаточно, не 20 рублей, как вот самые дешевые гигиенические помады. Но, мне кажется, можно найти что-то лучше, дешевле. Те же помадки гигиенические от Eiffroche мне нравятся гораздо больше по своим свойствам. Поэтому уже доковыривать, что там осталось, я не буду, выбрасываю и покупать больше не буду. Еще одна гигиеническая помада, у меня практически новая, я ей попользовалась буквально там до 5 раз. Это нашумевшая помада от Maybelline Baby Lips. Желтенькая, очень такая глобальная рекламная компания была на эти помады на Ютубе. Очень многие девочки-блогеры рассказывали, били просто оды какие-то, серенады этим блеском. И стоит она относительно нам недорого. Я ее увидела, думаю, о, дай-ка я попробую. Такая вот обычная гигиеничка, она не дает цвета, она именно как гигиеническая помада. Девчонки, честно, я никому не советую, я не знаю, почему все так расхваливают эти помады, эти гигиенички, я честно, откровенно не понимаю. Я ей пользоваться не смогла вообще, несколько раз честно пыталась, но это ужас. Она, во-первых, отвратительная на вкус. Она, у нее ужасный, вот так вот вроде ее нюхаешь, ну какой-то такой еле-еле уловимый, ну более-менее приятненький запах. Но когда вы ее наносите на губы, это ужасно, это отвратительный запах и это просто ужасный вкус. Так или иначе, как ни крути, вы все равно чувствуете свою помаду на вкус и это просто катастрофа. Во-вторых, ее увлажняющие свойства не идут вообще ни в какое сравнение даже с инглот. Она никакая. Она лежит на губах просто вот каким-то вот таким комом. Вы намазали и как будто у вас на губах вот налепили кусок пластилина и вот он у вас на губах лежит. Не увлажняет, не впитывается, не слазит, а вы его только съедаете. То есть, ну это правда, это отвратительное ощущение. Я просто не хочу, чтобы у меня даже вот была такая вещь в моей косметичке. Я попробую отдать, может быть моя мама сможет ей пользоваться. Но, если честно, сомневаюсь и скорее всего она полетит в помойку. И последние три помады, это уже более оптимистичные такие выкинштейны. Эти помадки у меня не закончились, но я от них избавляюсь, потому что у меня достаточно много сейчас помад и есть подобные цвета. Все помады, которые я вам сейчас покажу, они мне нравятся, я ими пользовалась. Но сейчас там по тем или иным причинам они мне не подходят. Они мне как-то вот либо по цвету, либо цвет у меня есть, более качественная помада похожего цвета. Ну, либо как-то они мне просто надоели. Что, в общем-то, случилось вот с такой помадой от Maybelline номер 715 Ice Cream. Такая вот помада. Вот это как раз та ситуация, она мне надоела. Я пользовалась очень хорошо. Вот видите, практически полностью ее использовала. Ну, такой вот цвет. Бежево-персиковый, нюдовый цвет. Подо все подходит, очень приятно она на губах. Не навязчивое такое сияние, нет блесток. Хорошая помада, вообще ничего не могу сказать. Универсальная. Такая немножко хамелеон, я бы сказала, смотря под какой макияж, под какую одежду. Она может отдавать либо чуть-чуть в персиковый, либо чуть-чуть в розовый. Это мне очень нравилось, но отдаю, потому что она мне немножко поднадоела. У нее уже футлярчик такой не первой свежести. У меня есть помада, ну, более-менее с похожими оттенками. Ну, вот не хочется мне уже ей просто пользоваться, поэтому отдаю. Следующая помада от Sephora. Она мне досталась в подарок очень давно, и после этого я и то пользуюсь, то не пользуюсь. Тоже такой вот нюдовый, персиковый, коричневый цвет. Красивый достаточно цвет, нет блесток, очень красивое сияние. Вот он сверху. Он уже именно такой бежево-коричневый. Хороший цвет, но сама помада мне не нравится. Она подсушивает губы, особенно вот, то есть она не скатывается в складку между губами, но при разговоре она очень сильно подсушивает именно вот внутреннюю часть губ, и поэтому губы хочется тут же облизывать, и мне вот этот эффект абсолютно не нравится, и я не хочу ей пользоваться. И последняя помадка, от которой я избавляюсь, это помада от Lancome. Вот такая вот серия. Это серия на магнитике. Вот так вот классно крышечка, видите, примагничивается. Интересно сделано, очень красивый футляр. Это номер 203. Вот такой вот цвет. Опять же, да, как я люблю, нюдовый, нюдово-коричневый. Так, куда бы мне ее нанести? Даже вот она немножко такая рыженькая. Вот он самый нижний. Такой коричнево-рыжий цвет. Хороший цвет, очень нравится оформление, вот эти вот магнитики красивые, вот эти Lancome-овские цветы на футляре. Мада у меня практически полная, ей пользовалось очень мало. Мне очень нравится ее цвет, он мне подходит. Но у нее, я не знаю, если вам будет видно, в ней очень-очень-очень-очень мелкие блестки. И, в принципе, когда я ее брала, я видела это, и я понимала, что помада, которая стоит под 2000 рублей, где-то в этом районе, что, ну да, блестки, но это не какая-то панацея, будут красиво сиять губы. На самом деле, оказалось, что это панацея, во всяком случае для моих губ, эти блестки очень чувствуются на губах. Я вообще не могу, когда у меня на губах какие-то вот народные тела в плане блесток. Они здесь реально очень мелкие, но мои губы их чувствуют, и вот это вот неприятное ощущение. То есть помадой можно пользоваться, ее можно носить, но я не испытываю прям мега какого-то кайфа, мега удовольствия и удовлетворения от ее использования, что очень на самом деле жаль, но вот тем не менее. Поэтому помада полная, пользовалась ей очень немного, отдаю ее маме, мама у меня любит как раз тоже такие цвета, я думаю, что она будет пользоваться с удовольствием, думаю, ей понравится, потому что помадой Dior, тоже у меня была помада Dior с блестками, я ей отдала, опять же, да, из-за тех же самых блесток, и моя мама пользуется с удовольствием. Поэтому думаю, что эта помада ей тоже подойдет, понравится, но мне, к сожалению, она не подошла и покупать больше не буду. Все, девчонки, на этом я заканчиваю, надеюсь, вам видео было интересно, полезно, может быть, я вас предостерегла от каких-то ненужных трат, или наоборот, сподвигла на какие-то нужные, соответственно, траты. Ставьте обязательно пальчики вверх, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, и всем до скорой встречи, пока-пока!